Девушки отдыхают С кооперировавшимся ВКонтакте боевым друзьям-подругам Прямо по ссылке из описания подробности, а прямо по курсу новости Watch Dogs 2 накануне получила объемный патч, занимающий 10 гигабайт пространства на консолях и 14 на персональных компьютерах Содержит он всяческие костюмы, эмоции, танцульки, правки баланса и багов, а также новые локации, на которых будут в дальнейшем разворачиваться действия DLC В официальном списке обновлений перечня добавленных достопримечательностей нет, но игроками уже была замечена яхта Тачанка и поселение бездомных Самое же любопытное, что в заключительном ролике игры появился диалог, гласящий, что хакерская группировка Dead Sex своим присутствием начала заражать здоровые клетки цивилизованного мира за пределами США А координаты в названии аудиофайла с этим самым разговором отсылают нас к району Лондона Брикстон Пользователи пришли к выводу, что именно там развернется сюжет Watch Dogs 3 На правах спекуляции Horizon Zero Dawn еще не вышла, а издающая ее эксклюзивно на своей консоли Sony уже со всей силы рассматривает перспективу запуска новой большой франшизы во вселенной этой игры По словам менеджера по выпуску новой продукции британского офиса компании Джона Эдвардса Данный сеттинг с кибердинозаврами в постапокалипсисе имеет все шансы уютно расположиться на плойке и обзавестись не одним сиквелом А главная героиня Элой, нарисованная под впечатлением от няшки Игрит из Игры Престолов Может занять почетное место в Зале Славы рядом с Нейтаном Дрейком и стать иконой будущего Плейстейшн Есть ли правда в этих словах и вообще насколько успешным финансово и духовно станет запуск Horizon узнаем уже в начале весны Как многие из вас наверняка помнят Resident Evil 2 должна была переехать на современный движок благодаря стараниям фанатов из Invader Studios Но идею эту Capcom успешно забрило Вследствие чего разработчики пустили свои наработки в другое русло И объявили, что отныне потеют над игрой под названием Daymare 1998 Которая будет близка по духу к хоррорам 90-х Экшена меньше, головоломок и выживания больше, а противники живучие как простуда в феврале Так вот, проект добрался до Kickstarter И его авторы просят 180 тысяч евро до 17 марта Предполагаемая дата релиза июль следующего года Платформа PC Консольные версии увидят свет только если сборы превысят 300 тысяч Бок обок с разработчиками трудится Сатоси Накай Рисовавший твари для Resident Evil Code Veronica и Resident Evil Zero А при достижении отметки в 240 тысяч евро на Kickstarter Для написания саундтрека будет привлечена еще и Акари Каида Писавшая музыку для первой Resident Evil Blizzard без устали расширяет и без того уже пухлый пул героев, населяющих Nexus образца Heroes of the Storm Новым пополнением в этот раз стал Люцио из Overwatch Демонстрирует в изометрии он те же способности, что и в шутере от первого лица Умеет кататься по стенам, то есть при движении вдоль естественных препятствий и строений Получает бонус к скорости передвижения и способность проходить сквозь противников А также этот меломан не брезгует ускорять союзников динамичной музякой Исцелять душевными мотивами и отгонять от себя противников картавым русским рэпом Кроме того, в игре с 15 февраля до 14 марта открыто особое задание за Азерот Условия которого подразумевают, что вы вместе с товарищем завершите 15 партий, управляя персонажем из вселенной Warcraft В качестве награды предоставляются внутриигровые стимуляторы и средства передвижения для ХОЦ и ВОВ И одной строкой Home from the Revolution живее всех живых И весной облагородится крупным обновлением Которое должно устранить ряд проблем и подружить игру с PlayStation 4 Pro На консолях будет запущена пробная версия игры В которой, судя по всему, будет доступен кооперативный режим Resistance Подробности же о финальном DLC, Beyond the Walls, уже скоро будут обнародованы Skyforge, в свою очередь, отправляется покорять PlayStation 4 В связи с чем предоставляет пару подарков Для подписчиков PS Plus и для всех, кто на официальном сайте игры привяжет к своему аккаунту учетную запись PlayStation Network Подробности вы можете узнать по ссылке из описания Инфакта А я могу, наконец, пойти ноги бать в For Honor Кстати, сегодня в 8 вечера стрим Удачного всем дня и до встречи на СтопГеймеру